Послание апостола Павла к римлянам, глава 11, стих 16. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Я напомню, что это место говорит о начатках как о корне и о корневой системе, а о начатках как о первом плоде. В Писании существует определение начатка как корня и как определение первого плода, вырастающего из этого корня. Слово свято означает посвященный Богу, принадлежащий Богу, охраняемый Богом, разбивающийся или же расширяющийся в Боге, почитаемый Богом и благословенный Богом. Дело в том, что сами по себе десятины – это всегда начатки, однако начатки не всегда десятины. В начатках есть некое отличие от десятин в том, что они не отдаются или посвящаются Богу не в десятой доле или десятой части, а целиком. То есть в начатке – это целиком посвящается Богу этот начаток, хотя он является десятиной или же он облекается формат десятины. Первый плод – это самый главный инструмент духовного инвестирования в небесный банк. Посвящение Богу всех своих начатков выражает наше почтение и благодарность тому и за то, что Он сделал нас начатками. То есть то, что мы делаем с нашими начатками, определяет то, что произойдет в дальнейшем с остатком, то есть с нашими ветвями. Есть большая разница, от какого корня мы отделяем наши начатки – от святого корня, посвященного Богу, или от корня, который не посвящен Богу и не принадлежит Богу. Если вы работаете на чей-то бизнес, вы не можете отделять из него начатки, потому что этот бизнес не принадлежит вам. Он не является святым по своему определению. Если вы святой человек и у вас есть бизнес, тогда ваш бизнес святой. Все, что вы делаете, должно быть освящено. И только от своего личного бизнеса можно отделять начаток. Когда проклятие в предмете материальной нищеты атакует нас, то, как правило, оно находит место, незащищенное Богом и не принадлежащее Богу. И затем атакует именно в эти проломы. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение или же обратить на вас благоволение. Нам следует иметь откровение не только о десятинах, но и о начатках, как о корне и как о первом плоде. И приносить его Богу следует по вере, чтобы получить в полноте всю прибыль. Посвящение Богу первого плода нашей прибыли, а затем отдавание десятин от данной прибыли или данного заработка – это двойные одежды, защищающие нас от проклятия нищеты. Как говорится о доброй жене, или о прекраснейшей женщине, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Вы знаете, что двойные одежды – это нательная одежда и затем верхняя одежда. И если нательная одежда представляла образ оправдания, то верхняя одежда представляла праведность, уже образ праведности. А посему первый плод – это первая зарплата, наш первый урожай, наш первый доход, помимо зарплаты, наши первые дивиденды с полученного нами оборота. Речь идет по отношению к бизнесменам. Как написано, «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих и наполнятся житницы Твои до избытка и точила Твоей будут переливаться новым вином». Притча 3.10. Встает вопрос, что делать, если эта истина в силу неведения была неисполненной? Ответ прост – покаяться и пообещать Богу, что отныне все наши начатки будут принадлежать Богу. То есть любое наше начинание, в котором мы какой-то приобретаем заработок, что первый заработок, начаток, будет посвящен Богу. И если мы помним их размер, но не имеем возможности отдать их в момент нашего озарения, то мы можем эти начатки отдать Богу частями. Нарушение всякого закона в силу нашего невежества не является оправданием пред Богом. «Оправданием является покаяние, которое возвращает и возмещает наши убытки. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть я забуду те обетования, которые я дал тебе и которые ты взрастил в своем сердце. «Почему я забуду эти обетования и не исполню? Потому что ты забыл закон Бога твоего». Законы Бога – это плод Его творчества, которое Писание именует страхом Господним или сокровищем Бога. А по всему Бог сравнивает Свои законы со Своими детьми, которых Он противопоставляет нашим детям или нашим плодам в предмете результатов нашего посева и нашей жатвы. Писание дает нам гарантии безопасности лишь только тогда, когда страх Господен рассматривается Богом сокровищем в предмете Его законов и когда Он станет сокровищем нашего сердца. «И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господен будет сокровищем Твоим». Это говорит о том, что безопасные времена, изобилие спасения, мудрости и ведения содержатся в страхе Господнем, так как страх Господен – это премудрость Бога, которая сокрыта в нашем сердце в истине начальствующего учения Христова. Начатки же в предмете десятин – это постоянное посвящение Богу 10% от нашего дохода или нашего прибытка, который является частью двойных одежд и инструментом инвестирования. Это мощный принцип, который сберегает остальные 90% нашего дохода от пожирающего проклятия, нищеты и высвобождает благословение в нашу жизнь. Во-первых, правильными отношениями с Богом. Те, кто не верят и продолжают противиться законам первого плода и десятинам – это их выбор. Однако, приготовьтесь получить последствия вашего игнорирования духовным законом. Рано или поздно это произойдет. Неважно, сколько вы собрали миллионов, миллиардов – не имеет значения. Рано или поздно все они буквально протекут, как вода через решето, и вы останетесь ни с чем. А люди, обладающие немногим, будут жить, как вдова из Сарепты Сидонской, и питаться. И то малое, что у них есть, не иссякнет. И скажите, что больше? Малое, которое не иссякает, или большое, которое может исчезнуть в любой момент, но они не верят в это? Они стараются поместить в недвижимость, в какие-то ошорные счета. В случае, если вдруг обвалится доллар, то останутся другие мировые валюты. Такого не будет. Обвал произойдет всех валют. Экономический мировой кризис грядет, и он неизбежен. Правительства не смогут устоять перед этим, потому что этот кризис будет идти, как жатва на них. Но невозможно избежать жатвы, как невозможно испытать родов, роженицы. Если она уже зачала ребенка, и пришло время родить, ну невозможно избежать этих родов. Так и этому миру невозможно избежать коллапса экономического. Но именно в это время Бог покажет разницу между служащими Богу и неслужащими Богу в своей среде. Он покажет тем, которые кичились своим богатством и прекратили чтить Бога десятинами и приношениями. Бросили вызов Богу, вот повернулись к Нему спиной и видят, что ничего не происходит, их богатство умножается, а вы все так же остаетесь при вашем малом достатке, довольствуетесь малым, благодарите Бога за малое и довольствуетесь. Они даже не понимают, что вы в великой привилегии, что с вами Бог, а с ними идол материальной деньги. «Ибо я, Господь, и я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. С одней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятинаю и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? И когда, говорится, открою отверстие небесное и благословения до избытка, ну, не может речь идти о материальных благословениях. Речь идет о духовных благословениях, об обетованиях, потому что материальные благословения достаточно, чтобы облака проливали, а отверстия небесные – это совершенно другое измерение. А посему он говорит, «Я для вас запрещу пожирающим пожирать у вас плоды земные». Именно вот это благословение свыше, «я, говорит, запрещу истреблять у вас пожирающим плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Собоов. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделеною», говорит Господь Собоов. Малахий 3, 6, 12. Это, разумеется, образное. Это было в законе, и оно действовало в буквальном смысле слова. Но в законе благодати это совершенно действует в ином измерении. Оно действует в измерении духовном. Нам не нужно ожидать каких-то особых материальных благословений. Нам нужно ожидать благословений с неба, которые сохранялись до последнего времени и теперь открыты верою. И когда они открыты, то мы приходим к такому знаменателю, что скоро произойдет, когда великий коллапс в этом мире произойдет, и они не смогут управлять ни финансами, и весь мир будет в панике. И в это время люди, которые получат нетленные тела, они будут обладать одновременно такой мудростью, и правительства вынуждены будут передать им все средства для того, чтобы они могли ими управлять и как-то восстановить этот экономический кризис. Точно так, как произошло в Египте. Бог послал Иосифа. Иосиф – это прообраз тела Христова, прообраз церкви во главе со Христом. Когда наступил великий кризис, именно благодаря ему произошло спасение не только Египта, но спасение всей земли. Поэтому фараон дал ему имя Сафнаф Паниах, что означает «спаситель мира». То есть странно, что фараон по откровению от Господа увидел в этом человеке спасителя мира. Спаситель мира действует через свою церковь. Он показал, как он будет действовать. Посему мы должны приготовиться. Но приготовиться к чему? К принятию нетленного тела. Только люди в нетленных телах смогут ограбить Египет, ограбить свою душу, потому что душа хочет всем этим пользоваться. Но надо ограбить эту душу и посвятить это Господу, нашему духу. И уже через наш дух в нашем нетленном теле Бог произведет спасение мира перед своим явлением от этого великого потрясения. Те, кто игнорирует закон о десятинах, кто бы они ни были и кем бы они себя не называли, Писание приобщает таких людей к категории воров, обкрадывающих Бога. Как написано, «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует». То есть воры помещены в этот список беззаконников. И речь идет не о людях этого мира, речь идет о людях, которые находятся в церкви, которые почитают себя святыми и которые действительно таковыми были, но сами обратили себя в беззаконников, прекратили верить Слову Божьему в устах его апостолов и пророков и сами себя сделали апостолами и пророками. Они сами для себя стали лжеапостолами и пророками. Многие из них не признают уже никакого начальства и власти, ни в какой церкви. Они могут изредка посещать где-то какую-то церковь, но у них нет этого регулярного поклонения Богу. Они уже не чтят эту субботу, просто чтобы совесть свою как-то заставить замолчать. А потом совесть сгорает, и они предаются уже всем плотским грехам. Пьянство, наркотики, прелюбодеяние, воровство. И наслаждаются, и не ощущают страха внутри. Совесть их не осуждает. Она сгорела, поэтому им легко. Но приходит конец всему этому. Таким образом, Бог вырывает эти плевелы из тела своего, из своего поля. Он начинает освобождать церковь свою от пьяниц, наркоманов, блудников, мужеложников, прелюбодеев и так далее. И мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями, представляя закон Бога, на котором все наше основание веры состоит. Потому что заповедь о десятинах и приношениях это фундаментальная заповедь, на основании которой Бог выстраивает свои отношения с человеком. Он говорит, повернитесь ко мне лицом. Вы скажете, как? Обратиться. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Встанем, пожалуйста, и будем служить Господу десятинами и приношениями и петь песню «Известна ли мне церковь живая?» Когда ее поют, что люди понимают? На английском языке нет слов «церковь живая», там есть коричневая церковь. Друг, иди в маленькую Little Brown церковь, иди в маленькую коричневую церковь, так как американцы привыкли строить небольшие маленькие церкви коричневого цвета. На русском языке умудрились все-таки написать «Иди в церковь живую». А вот где эта церковь живая? Если церковь, ну, не чтит Бога десятинами и приношениями, ее нельзя назвать живой. Притом, чтит по уставу, установленному Богом. Не просто, где десятины являются обирательством, а где десятины являются благословением, когда человек испытывает духовный подъем, духовную радость и способность, что он, что хоть может Бога почтить, поклониться перед Господом, искать Бога. Итак, известна мне церковь живая. Известна мне церковь живая, где сердцу огромно так быть, христина мне церковь живая, и жажду его я хранить. Иди, 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 иди в церковь живую, на Божий ты мне найдешь. Дороги Иисуса святую, поверь, если мир обретешь. Известна вам церковь живая, которая как сердце влечет, как в небу молитва святая, горячим потоком течет. Иди, 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 иди в церковь живую, грамм Божий ты мне найдешь. На груди Иисуса святую, поверь, если мир обретешь. Иди, 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 иди в церковь живую, грамм Божий ты мне найдешь. На груди Иисуса святую, поверь, если мир обретешь. Иди, 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 иди в церковь живую, поверь, если мир обретешь. Иди, 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 иди в церковь живую, поверь, если мир обретешь. Я с большим удовольствием вновь и вновь напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в Скини Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть, и ныне согласно Твоего Слова. Я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Аминь. 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 А